гиперапия это логарифм ДТГ, да, я то, что я расписал, а еще это сумма по n, wm, логарифм, wm, вот почему это и это почти одно и то же, на самом деле это довольно банально, вот смотрите, если у меня есть опять же этот самый несчастный гаусс, я меряю величину и расставляю то, вот в районе, где этот гаусс большой, вот это чему равно, вот если, смотрите, вот это, допустим, я взял, как чисто на глаз, выделил вот такой квадратик, чем характерен этот квадратик, тем, что под ним площадь равна единице, вот, то, вот типовое значение wm, оно какое, вот если это я обозначу как дельта g, единица на дельта g, да, вот это минус съесться, да, а здесь будет что, смотрите, здесь будет сумма по n, единица на дельта g, логарифм дельта g, ну, грубо говоря, вы вот это вот убираете, вон оно получилось, вы видели? Понятная идея? Я просто в прошлый раз забыл, как это легко делается, поэтому сказал вам, что это близко, но вот не смог это подать, а сейчас я их показал, да, вы видели? то есть, грубо говоря, если вот это вот, почти константа, да, то здесь что стоит? Здесь членов суммы столько, сколько дельта g, правильно? То есть, грубо говоря, здесь надо что написать? Здесь вот количество членов суммы, оно такое же, как вот здесь число, поэтому это, грубо говоря, единица, здесь стоит просто алгоритм дельта g. Но, эта формула работает когда? Когда дельта g большое, а это всегда. Продолжок с прошлого раза я вам.